Я же, вот я человек подвластный. У меня в Риме там мои командования, самый высший, император. И тут есть у меня такие прокураторы. Я подвластный человек, и я подчиняюсь. Но также я имею власть. У меня воины и слуи. Одному, другому, все повинуются. Адам Бондарук, известный как крестный отец религиозной мафии в США, произносит свою последнюю молитву перед ритуальным самоубийством в день своего 80-летия. Рядом его жена Галина и друг детства Илья Сузанский. На видео видно, что Бондарук полностью осознает свои действия, и, подобно Иуде Искариоту, до последнего момента сохраняет облик главного архиепископа ХВЕ в Америке. Во имя Иисуса Христа, я благодарен Тебе, что очи наши видят, что мы, Господь, исполнены радости и утешения. После скорби, после тревог, после переживаний, после таких испытаний, Господь. Ты дал, Господи, эти дни мира и благоденствия. И поэтому Твое благословение обильное, полноводное, Господь. Благословение, которое печали не приносит. Да будет на домах, на семьях, на мужьях, на женах, на детях, на внуках, на правнуках. На всем, Господь, благословенном Тобою. Потомстве, Господи. Я благодарен Тебе, мое сердце. За трепеталу, при виде, Господь, всего этого большого собрания. Благодарю Тебя и прошу во все время наше пребывание вместе. Будь с нами и пусть, Господь, Твои утешения. В слове, в рассуждении, в прославлении, Господь, звучит во славу Твоего имени с нашей искренней, сердечной благодарностью. Да благослови Тебя, Господь. В эту же ночь после полуночи в этом же дворе своего дома он совершит ритуальное самоубийство, повесившись на спрятанном заранее проводе. А несколько часов спустя, в наступивший воскресный день, недалеко от этого места начнется служение в украденном здании его церкви, Вифания, основанной на лжи и беззаконии. Воздевая к небесам руки, испачканные воровством церковных средств, и которыми он получал взятки за рукоположение, эти руки он возлагал на головы большинства пасторов Союза ХВЕ в Америке, передавая им свой авторитет. Этими же руками он сам себе накинул на шею смертельную петлю. Преемственность сатанизма и передача нечистых духов в полной мере передавалась через возложение рук епископа на головы пастырей. Совершался так называемый обряд рукоположения. Семя разврата в полной мере почивало на бандеруке. Такое помазание он торжественно принял через обряд рукоположения от Николая Катякова, любителя стриптиз-баров, который страдал грехом гомосексуализма и дух блуда почивал на нем. Катяков Николай не был послан для рукоположения начальствующим епископом и советом епископов от Объединения Церквей Христиан Веры Евангельской. Он самовольно принял руководящую роль в рукоположении Адама Бондрука в епископы. Тайные ученики Внимание! Это тайный логотип банды рук. Тайна беззакония была заложена в елее, которым помазывали рукополагаемого. В состав елея они подмешивали сперму, то есть мужское семя того, кто возлагал руки. Через этот тайный обряд, прикрытый маской святости, передавались нечистые духи. Вот яркий пример этой преемственности. Тайный ученик Михальчук Николай Захарович. Почетный пастор церкви Суламита. Город Портланд, штат Орегон. Хочется задать вопрос, вот брат Адам Семенович, Леня, что он сделал. Очень много свидетельств. Я восхищаюсь прекрасными рассказами, вот кратких историй лично, что брат Леня сделал для него, для церкви и так дальше. Его руки были подняты, когда мы начинали строить церковь. Моросил дождь, земляные работы на нашем участке, грязь не вот такая. Ну, Орегон, он молился, благословлял начало нашего строительства. Он благословлял и свои руки возлагал на мою голову, когда благословлял на пасторское служение. Что он сделал? Вы знаете, вот сколько мы свидетельствуем, мы вроде как опоздали. Потому что от Аляски до Флориды люди съехались, еще не было никаких свидетельств. Потому что что-то раньше было сделано. Грех прелюбодеяния был присущ церкви Суламита с самого ее основания, о чем свидетельствует сам Николай. Это было сложное время, время становлений. К сожалению, было несколько разделений в церкви. Вы помните то время, когда происходило несколько разделений и отделялись люди? Да, это было очень тяжело, это было неприятно. Ну а вы лично чувствовали или переживали что-то в свой адрес, какие-то неприятные высказывания или отношения от людей? Ну конечно, в свой адрес ты имеешь в виду от тех, которые отделились? Ну конечно, ну конечно. Ну представь себе такую картину. Значит, отделилась вот церковь, которая сейчас у нас по соседству. Люди, один такой только случай, люди звонят. Но у нас уже оно закрутилось, уже много людей, у нас уже гости приезжают и все. Мне звонит этот, рачу Павел, покойный уже. Говорит, что Захарович, я, ну как вы не понимаете, что мы приехали к вам, там группа, я не знаю, кто там должен был приехать. Я говорю, да, конечно, приезжайте, а то, говорит, я спрашивал, спрашивал этого, значит, ну, не буду называть по имени, не имеет значения, чтобы они адрес дали, приехать, значит, в Суламит, ну, на Оте, она-то еще не была Суламита, или уже Суламита была. Ну, приехать, значит, на Оте, ну, туда, в церковь, где Захарович. Куда? Так там 8 человек, и те блудники, и он блудник. Чего туда ехать? И он мне это рассказывает. Думаю, очень неприятно слышать это. Так что, так что, да, ну, было всегда такое. Церковное здание превратилось в место для сексуальных утех почетного пастора Николая Захаровича. Сексуальные игры проходили на святом месте в церкви, в пасторской комнате, куда Николай Захарович заманивал женщин для приема исповеди. Статус тайного ученика и это помазание помогло ему удерживать власть на протяжении 30 лет, и благодаря этому он стал почетным старшим пастором общины. Его любимое занятие — принимать исповедь, особенно истории о супружеских изменах. Николай собирает компромат на всех родственников и знает все тайны своих прихожан, держа их на крючке. Ведет ли он борьбу с грехом? Нет, он всех прощает, и они прощают его. Всем хорошо. По рассказам пострадавших женщин, а их более 13, Николай Захарович тщательно расспрашивал исповедующихся о самых мельчайших деталях интимной жизни, обогащая свои сексуальные фантазии. Это возбуждало его, и он тут же начинал шантажируя соблазнять жертву. Душевная травма, нанесенная пастором-прелюбодеем, осталась у женщин и по сей день. Церковные прихожане не только финансируют церковь, собирая десятины, но и снабжают Николая Захаровича своими женами, сестрами, дочерями и матерями, которых он сам избирает себе в наложницы. Прихожанка церкви Екатерина Повенко была много лет любовницей сексуально озабоченного пастора. Они любили проводить время на личной яхте пастора. Но когда Николай Захарович Михальчук узнал, что Екатерина заболела смертельной болезнью, он переключился на ее лучшую подругу Галину Ешишину. Давайте послушаем, как свидетельствует Виктор Генсицкий. Его семья распалась благодаря Николаю Захаровичу, пастору-развратнику. Повенко, его фамилия Виктор, его жена Катя, ей примерно было 40 лет, она такая красивая женщина. И когда она умирала, то она сказала ему, покаялась перед мужем, что она была, Михалчука, Николая Захаровича, долгий срок любовницей. Но когда появилась моя бывшая жена, то он переметнулся к ней, к моей бывшей. Залучив вот этот гнойник, он не только в этой церкви, эти гнойники очень во многих местах. И пусть знают, чем это заканчивается. А заканчивается, должно закончиться позором. И это не один из случаев, не только здесь. И я бы все сделал, чтобы вот этот все гнойник вылез наружу. Еще раз говорю, чтобы другим не было повадно, что оно будет все всегда в секрете. Безбожное руководство церкви много лет покрывало эти грехи. После смерти жены Виктор Повенко хотел добиться справедливости. И поднял этот вопрос на Братском совете об исключении из пастырей Николая Захаровича Михальчука. Но в результате его самого изгнали из церкви и обозвали клеветником на божьих помазанников. С тех пор прошло 15 лет, а справедливость так и не восторжествовала. Николай Захарович и его друг Анатолий Лукашев, а также пастор церкви Даниил Товкач, втроем соревнуясь на перебой, и по сей день занимаются любимым делом. Принимают исповедания от согрешающих душ, обогащая свою сексуальную фантазию. Важно заметить, что Николай Захарович участвовал в схеме пирамида Бондарука, фейцера. Он вложил 200 тысяч церковных долларов, а затем все вернул с прибылью. Вот документы. За церковные деньги Захарович приобрел яхту, на которую приглашал любовниц. Там он угощал своих женщин сальцом, месцом и венцом. Там же и совершались развратные любовные действия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые расследования о очищении церкви от мошенничества, разврата и всякой скверны. Очистим церковь и приготовим путь Господу.